Загнетка называлась, потому что, наверное, я так думаю, у нас раньше, как я помню, сажали туда даже курочек. Вот, как бы загоняли туда, поэтому, наверное, она называлась загнетка. Печь в русской избе всегда оставилась в самом центре и заменяла целый бытовой комбинат. И еду приготовить можно, и вещи высушить, и выспаться. Даже мылись в печи и лечились. И рядом с ней нельзя было ругаться. Если кто забывал об этом, ему напоминали. Тише, печь в хате. Связано с ней у русского народа множество обрядов и поверий. Например, во время женитьбы молодые на счастье должны были три раза обойти печь. А в конце разбить горшок или кирпич. И разбейте его. Сколько осколков, столько и детей в семье ждать. Русская печь с виду проста, а секретов в ней много. Недаром на вес золота ценились хорошие печники. Говорят, когда-то Львовка славилась своими мастерами. Сегодня здесь на всю округу остался один единственный печник. Анатолий Артёмов всем премудростям дела учился у отца. Инструмент – это молоточек печницкий, его так и называют. Ну, пользуются, конечно, ещё чем брать раствор. Но самый лучший инструмент – это рука. Всё. Ну, а там ещё приспособление. Отвес, провила и прочее, прочее. Правда, сегодня кладку русской печи никто уже не заказывает. Да только какой бы вкусной ни была приготовленная на газовых плитах, в микроволновках и мультиварках еда, с печной она не сравнится. Бабушка пекла со сливами. Вот такие вот, два штуки на сковородку. А мы нет уже, печей нет. А мы кушали готовые. Да, только сидели и ждали. И блинчики пекли, всё пекли раньше. Ну, что вам сказать, а борщ это как обычно. Варишь только же, ставишь чугуночки и печечку. Вытаскиваешь, а он тут уже хороший, такой красный, настойный, добрый. Вот и решили жители Львовки всей области напомнить о том, что печь в русских домах считалась почти сакральным местом. Первый брендовый праздник удался на славу. Возможно, в следующий раз, чтобы прокатиться на русской печи, в Львовку приедут туристы издалека. Елена Голотовская, Ольга Чёрная, Игорь Доценко. Новости. Мира Белогорья. Новости. Мира Белогорья.